Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы пьем очень много кофе и очень много сплетничаем. После огромного разоблачения Ксении Собчак и инфо-цыган, мы обсуждали это вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Лена Блиновская дала свой комментарий. И вот здесь тот самый момент, когда при плохой игре тебе нужно держать, во-первых, хорошую мину это раз, а во-вторых, лучшая защита это нападение, потому что по-другому здесь ты никак не можешь отреагировать на данные, потому что это все на поверхности, то, что вы все аферисты, да, ты не можешь никак перевернуть этот факт, это известно всем, это известно всем, кто не покупает эти самые курсы, это известно тем, кто покупает эти самые курсы. Ребята, понимаете, подсознательно, когда ты загадываешь свое желание и платишь деньги, чтобы это желание исполнилось, Лене Блиновской, ты вот в глубине своего мозга, ты понимаешь, что это, ну, это ерунда, да, отлично отдаешь себе отчет, что это все чушь собачья, но тем не менее ты надеешься на чудо и отдаешь Лене Блиновской деньги, которые в итоге не сработают, Лене пойдет, я не знаю, на что, да. Непонятно, откуда деньги у Лены, об этом мы говорили в одном из моих последних видео. И вот, пожалуйста, Блиновская комментирует. В нише реально бардак, в нише, говорит, в нише инфо-цыган. И небольшая уборка не помешает. Лен, с тебя первой надо, вот прям вот тряпьем погнать, милая моя. Это повод нам всем задуматься и включить голову. Я думаю, надо задуматься, знаете, налоговикам и ребятам, которые эту всю тему крышуют, потому что вы должны понять, что с этим кораблем вы все пойдете на дно, и это только вопрос времени. Все, что происходит необратимо. Это я вам как пионер данной истории говорю. Я не могу не быть в этой программе, я возглавляю этот парад. Другой вопрос, как меня копируют, как бегут срубать бабло, как поверхностно монетизируют. Это уже ответственность каждого, заявляет недокоуч. Также она подчеркнула, что не отрицает того факта, что является главным дьяволом в этой системе, но уверяет, что и с ее продуктами все в порядке. С какими продуктами все в порядке? То, что ты продаешь, это должно быть запрещено. На законодательном уровне. Что ты продаешь, что стоит таких денег, и какой реально продукт люди получают на выхлопе? Надо отдать должное Собчак. Она довольно уважительно говорила, чуть позже будет учиться отличать зерна от плевел. Да и спикерам придется повзрослеть. Потерпите, заявила Блиновская. Здесь пока, повторюсь, не завертится в каких-то больших кругах, и люди не начнут контролировать это все. Почему, если вы запрещаете свидетелей и ЕГВы на территории России, чем вы мотивируете свое нежелание прикрыть вот этот вот культ Елены Блиновской, который цветет, процветает в стране, где денег нет у населения, и все, что они делают. Вот последняя надежда, да? Вот он, феномен нищего населения. Когда у тебя единственная надежда в твоей жизни обогатиться, это Лена Блиновская. Вообще, слышите, какой абсурд? Вообще, слышите, какая печаль? Интересно будет послушать ваше мнение. Для меня вот безнадега, конечно. А что я ожидал? Что сейчас Блиновская быстренько спрячется, затихнет и переждет, пока это все стаканится? Нет. Ей нужно было ответить, ей нужно держать удар, потому что если она сейчас не будет это делать, она потеряет свою репутацию. Настолько предсказуемо, насколько это вообще могло бы быть в принципе. Кто наблюдает за этим скандалом? Интересно послушать ваше мнение. Знаете, мне интересно ваше мнение. Кто из вас? Ведь у нас набирают по 300, по 400 тысяч просмотров. Ребят, кто-то же из вас покупал какие-то курсы? Неужели есть такие курсы? Неужели есть такие вот коучи? Именно мы говорим про ментальное развитие. Не там курсы вязания крючком, что теоретически можно научить. Вот именно вот такая эфемерная вещь, как загадал желание, отправил деньги Блиновской и получил это самое желание. Если это желание, вот я вам говорю, как человек, который знает, о чем говорит. Если ваше желание сбылось, то оно сбылось только потому, что это называется совпадение, а не потому, что вы отправили деньги Лене Блиновской. Это я так наперед вам отвечаю. Всем, кто скажет, Ленин, марафон желаний работает. Общаемся в комментариях. Мне интересно послушать ваше мнение. И не скупитесь на лайки, не скупитесь на подписки. Идем через сложный период, но мы будем не мысли прорвемся. Пожалуйста, вступайте в ряды сплетников. Сплетник на этом канале звучит гордо. Сейчас у Тартуфи Супер Акция. Если вы покупаете два подарочных набора, вы получаете 10% скидки. Если же вы покупаете от четырех подарочных наборов, ваша скидка составляет 20%. Все промокоды и все ссылочки в описании к этому ролику. Спасибо еще раз Тартуфи за то, что заставляете в Россию такие настоящие гурманские продукты напрямую из Италии. Ребят, продукты с трюфлем, шикарный кофе. Переходите по ссылочке и удивитесь. Водонаева осудила Бен Аффлек. Ведь есть такие люди, которые поддержали позицию Бен Аффлек. О чем речь? В одном из наших последних видео мы говорили про ситуацию, когда Бен Аффлек обвинил свою бывшую жену Дженнифер Гарнер в том, что она является первой причиной, источником его алкоголизма. И что именно благодаря тому, что они были вместе, именно это ввело его в пучину депрессии. Именно из-за этого он стал так сильно барахтаться на дне бутылки с виски. Комментарий, Водонаева, на эту тему. Яркий пример плохого мужика. Причина твоего алкоголизма, собака, твой слабый характер, твоя бескребетность и безответственность перед собой и перед твоей семьей. Нашел на кого свалить ответственность. На мать своих детей, на бабу. Неудачник. Кто бы мог подумать, что за этой брутальностью скрывается такой инфантил и лох. И вы знаете, что интересно? Видимо, очень болезненная ситуация для женщин. Потому что большинство женщин поддержало Дженнифер. Ну, есть же мужчины, которые, знаете, разбивают все это на строчки и доказывают, что Бен Аффлек, конечно же, жертва в этих самых отношениях. Я повторюсь, я ни в коем случае не буду поддерживать позицию, когда чьи-то слабости, чьи-то алкоголизмы, чьи-то пристрастия можно завалить на плечи другого человека. Это самое легкое, что может быть. Не нести ответственность за свои собственные поступки, не нести ответственность за свое собственное поведение, за свою собственную распущенность. Конечно, я могу предположить, что плохая атмосфера в семье, она может быть первоисточником того, что вы тянетесь к бутылке. Но тогда разведитесь, возьмите свою жизнь в ваши руки. Легче всего, ребят, отвратительнее всего, можно взять свою проблему, свое пристрастие, дурная привычка, да, визуалить на плечи своей жены, матери твоих детей. Красавчик. Для меня, после того, как это случилось, да, он упал в дно, пробил это самое дно, и пробил все дны, которые он на своем пути встретил. Сейчас, когда я смотрю, то, какими глазами Дженнифер Лопес смотрит на Бена, знаете, женщины его балуют, а дядя инфантил, все, что ему нужно, это мамочка. Ведь мамочку же ищи, да? На кого там нужно ножкой топнуть, и свалить все свои проблемы на плечики. Мать твоих детей! И ты публично это озвучиваешь. Ух, какое же днище! Боже мой! Всем добрый день! Я Грифорий Лепс. Привет, ребята! Ну что, вас очередной раз ввели в заблуждение. У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу. Я пролежал там один день, мне прокапали, все в порядке. Никаких вопросов к этому, к моему здоровью оказывается. Нету врачей, сердце в порядке, сосуде тоже все в порядке. Такое просто бывает. Иногда человек, ну, срывается. Я имею ввиду физически. Со мной все в порядке. Говоря про днище и про разведы, Григорий Лепс, значит, ушел в тяжелый запой после того, как вышла эта информация о его разводе с его женой, подчего дважды побывал в больнице. После первой госпитализации мог остаться в больнице еще на несколько дней, но врачи заметили его буйное и неадекватное поведение. Медики вызвали бригаду психиатров, которые предложили ему остаться в реанимации. В итоге Лепса привели в порядок, привели в чувство, вернули на землю с помощью сильнодействующих препаратов и рекомендовали пройти курс лечения в спецклинике. Ну, в рехабе наверняка, да? Но Лепс отказался. В итоге ему стало хуже. Его вернули обратно в больницу с охраной в невменяемом состоянии, потому что человек опять был под чем-то. Инсайдер этой клиники отвечает, что провел он там. Ночь протрезвел, опять сбежал. Вот они, алкаши, да? Опять давай сейчас на жену на свою свали все свои разводы и свои дурные привычки, да? Я не буду сейчас наперед забегать, но просто говорю, что вот они, мужики, да? Сильные горы, сильные скалы в этом мире. Правда, девчонки, да? Как только что-то начинает пахнуть жареным, вот согласитесь, нет? Мужская психология, да? Вот где-то мы, мужики, крепкие, сильные, проактивные, но как только ситуация выходит из-под контроля, мы ломаемся жестко и превращаемся в полную развалюху. И вот здесь начинается такой вот серьезный, классический диссонанс, да? Когда ты смотришь на, вроде бы, своего защитника. Я ненавижу, когда женщина ставит себя в такой позиции, что у нее должен быть защитник, опора, я не знаю, гора, кошелек. Девки, работайте сами, не надо ни на кого взваливать свои проблемы, потому что как только ветерок дунет, ваша скала посыпется как карточный домик и пойдут за поле, обвинения вас же в своих всех проблемах, начнется беготня по клиникам, с охраной, а если денег нет, то будет в подъезде валяться, да? В мокрых штанишках. Ваша гора, свет в конце вашего тоннеля. Всегда говорю, рассчитывайте в этой жизни только на себя. А если нет у вас никого, ну нет этой горы, во-первых, гора вам ничего не обязана, это раз, даже если он вам наплодил семеро по лавкам, потому что по факту оказывается такая ситуация, что не одни семеро по лавкам, это еще вы виноваты будете, что вы столько родили. Ведь такое же может быть, правда? Делят сейчас они интересное количество недвижимости со своей женой. Что будет делить Григорий Лепс? Заработал он действительно очень много, количество недвижимости у них действительно впечатляет. Дома полторы тысячи, две с половиной тысячи квадратных метров на Новые Риги, 40 соток там участки, примыкают, два гектара леса, арендованный Лепсом на 49 лет. Квартира 82 метра в центре Москвы, 4,2 гектара на Волге и недвижимость самой жены Лепса. Это квартира 297 метров квадратных, это практически 300 метров в Хамовниках элитные ЖК. И говорят там у него еще какие-то нереальные деньги, он зарабатывал просто так. То есть сейчас надеются, что жена уйдет хорошо упакованная, но на самом деле что значит хорошо упакованная? Конец жизни, ну вот семейная, да? И не знаю, ребят, не знаю, надеюсь не будет сейчас грязного развода и надеюсь не будет сейчас вот этих вот обвинений в сторону жены, что она опять же доводила бедного Лепса до его алкоголизма. И опять же будем внимательно наблюдать за всем тем, что происходит, потому что я хочу знать, правду ли нам говорили те самые пташки, когда говорили, что у него роман на стороне. И мне сейчас интересно, не послужил ли этот самый роман причиной развода Григория Лепса со своей женой. Значит, Чеснокова пригласила в свое шоу балерину Анастасию Волочкову, дали ей выпить и Волочкова расставила всех на свои места. На самом деле, я здесь не буду обвинять никого, потому что вы знали, кого вы приглашали. Анастасия Волочкова это человек с серьезными зависимостями и вы сами спровоцировали эту самую ситуацию, когда налив алкоголику, вы не можете ожидать от нее адекватного поведения. Это раз. Во-вторых, вы занимаетесь там в этом самом шоу провокацией, потому что легче всего напоить человека и потом ожидать веселого результата. Вы получили свой результат. Волочкова послала всех на три буквы, до кого могла дотянуться. Значит, закрыли они этот самый выпуск, выложили только для спонсоров канала и вот буквально сейчас выкатывают они вот эти вот оправдания на своем YouTube-канале. Слушаем, да? Как получилось, что мы вообще ее пригласили? Да вот это удивительно. Ну вот, просто вот скажу свои, так скажем, ощущения, почему я, ну, во-первых, тяжело смотреть, почему я не хотел его выкладывать. Потому что вот мне там кажется, ну, вот вот, там скандал, он какого-то такого уровня, ну, уровня, вот, который неинтересный, как мне кажется. Ну, мне, например. Не знаю, просто вот реально не хочется прям кого-то говнить. Я там, не знаю, но мне кажется, но она правда ну, немного не в себе. Наблюдать за, знаешь, то, как человек там строит свою мысль, вообще в целом, как он разговаривает, мне просто, правда, страшновато. И смотришь на вот эти вот оправдания, где Чеснокова что-то спрашивает у комика Бухарова. А вот зачем мы ее пригласили? А вот почему так мы это сделали? А вот что это? Вы знаете, какая-то занудная директриса. Вот она сидит со своей злобной, отзлобленным этим лицом и начинает допрашивать Бухарова, по какой причине вы ее пригласили. Вы знаете, для чего ее пригласили, Чеснокова? Ты пригласил ее, чтобы получить шоу. Шоу пошло играться по правилам Волочковой. Она послала всех, включая тебя. И вы сейчас сидите со сложными щами, пытаетесь проанализировать поведение Анастасии Волочковой, давая какие-то эпитеты, диагноза и анализирует ее поведение. Человек тяжелый алкоголик. Вы знаете, кого туда пригласили? Вы хотели шоу? Шоу пошло не по вашим правилам. Один из выпусков Давай поженимся, в котором участвовала Чеснокова в главной роли в качестве невесты, именно охарактеризовала эту саму Чеснокова как человека. Сидела на сложных псевдоинтеллектуальных щах, смотрела на всех сверху вниз, разговаривала, знаете, с таким надменным тоном, окруженный антуражем псевдоинтеллектуалов, обращающего от себя человека я не видел очень давно. Как же мне было приятно смотреть на то, как Волочкова шлет их на все известные буквы, не залезая в карман за словом. И вот сейчас эти самые оправдания, фу. Если вас, знаете, макнули в эту лужу носом, сидите молча и не высовывайтесь. Не уровень вы Волочковой и уж тем более не в позиции вы давать ей какие-то характеристики и заниматься анализом ее диагнозов. Более отвратительного журналистского поведения я не видел очень давно. Кто смотрел, кто спонсор на ее канале, вот прям не бомбит ли у вас из-за такого поведения. Вы взрослые люди, анализируете взрослую женщину, не важно какие у нее пристрастия, не важно какое у нее отклонение. Это не в вашей позиции характеризовать публичного человека, сидя за ее спиной. Почему вам на трезвую лавочку не пригласить Волочкова и посадить перед собой и спросить, Настя, а вот мы считаем, что ты больная, да? И мне интересно было послушать, что вам на это скажет Волочкова. Отвратительно. Прям фу. Днище. Днище журналистка. Ерунда. Дорогие мои сплетники, продолжаем раскручивать клубочек с доктором Курпатовым. Начали мы вот с этого вот видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. И сейчас, как я и предупреждал, ситуация вышла из-под контроля и начал раскручиваться вот этот вот самый клубочек, который привел к тому, что сейчас все посыпятся как домино. Пишет мне Пташка в директ моего инстаграма. Антон, привет. Пусть этот Юрочка, про Юрочку, кто такой Юрочка, ребят? Мы обсуждали Юрочка, парня Киркорова, вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. И вот пишет Ташка, а пусть этот Юрочка не выпендривается. Не из Корт? Возможно. Только пусть сначала расскажет, каким местом он заработал себе должность библиотекаря. Именно так, три или четыре года назад путался с Владимиром Филипповым. Это мы говорили про этого дядю. Вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Дядя из Прособянинской администрации. Был, значит, этот Филиппов шишка в департаменте культуры Москвы и сейчас зам в департаменте соцзащиты. Так вот, Филиппов прожженный ЛГБТ через его дачу, такие как Юрочка, пачками попадали на места в учреждении культуры. Сама там работаю, знаю. Приводили пачками всяких мальчиков и устраивали. Юра быстро вылетел, двух слов связать не мог, библиотекарь. Ха-ха. Так что модель моделью, а то, что знает, как с нужными дядьками работать, это факт. Вот вам, пожалуйста, дорогие мои, здесь мы часто думали, а как проходит вот этот вот кастинг на дне рождения Филиппа Киркорова, как проходит кастинг на все вот эти вот закрытые вечеринки, где сидят серьезные дяденьки из ЛГБТ лобби России и кто поставляет ему пацанов. Вот, пожалуйста, вам зам департамента соцзащиты города Москва Владимир Филиппов. Там вообще та еще поставка парней на поток. И вот интересный слив про доктора Курпатова и его хорошего друга, которого зовут доктор Аверьянов. Восхитительная информация, дорогие мои. Значит, здесь мне нужно процитировать. Доктор Геннадий Аверьянов в сговоре с Андреем Курпатовым выписывал Иевскому, Иевский это тот самый парень, который сейчас сидит в СИЗО под следствием, сильнодействующие препараты. Подтвержденного диагноза, как и медицинской карты, Иевского при этом нет. Ее не существует. Многие рецепты выписываясь с врачом Аверьяновым на сторонние фамилии, вероятно, чтобы данные не попали в базу ЕМИАС. В любом случае на рецептах есть подпись врача Аверьянова и печать. Подчеркиваем, что Алексей Иевский регулярно проходил комиссию ВЛЭК и никаких расстроек психики не имеет. Дальше. Среди препаратов, назначенных Аверьяновым и Курпатовым Алексею, я не буду называть названия препаратов, чтобы у Ютуба не было проблем с моим видео. В любом случае я оставлю ссылку на мой телеграм-канал. Обязательно переходите, там все будет в деталях. Их Алексею назначали, что называется, оптом. На тот момент оснований не доверять Курпатову у Алексея не было. И вот здесь начинается самое интересное, дорогие мои. Собственно, как и проверять назначение и дозировки. Под воздействием этих препаратов Алексей Иевский написал, существует, оказывается, завещание в пользу Курпатова в 25 лет. Именно это и некоторые другие факты наводят на мысль, что Алексей Иевского собирались довести до Сугундера. Вот так сейчас назовем это, да? Повесив на него долги по предприятию онлайн-продакшн. Потому что именно эта фирма на Алексея Иевского и сейчас эту фирму переоформили на другого парня, но тем не менее за неуплату налогов на имущество, которое Курпатов записывал на Иевского. Сотрудники кластера доктора Курпатова, который сейчас выходит на связь, подтверждают, что это распространенная практика. Большая часть сотрудников Курпатова употребляют определенные препараты, мы говорим здесь не про запрещенные, а рецептурные, и антидепрессанты именно по назначению Геннадия Аверьянова. В практике доктора Аверьянова с помощью сотрудников структуры Курпатова нашли случай неудачного подбора препаратов, после чего пациенты выходили туда. Одно из самых громких является то, как наложил на себя руки Андрей Грудин, глава крупной строительной компании «Пионер», чем лечащим врачом являлся Аверьянов Геннадий. Не мои слова, я просто зачитываю то, что получаю информацию из открытых источников в интернете. Все это есть в открытых источниках. На этом канале это не мое утверждение, это не мое мнение. Я просто резюмирую то, что выкладывают в открытый доступ люди, которые, скорее всего, знают, о чем речь. Я вам говорю, худшее, что мог сделать доктор Курпатов, это попробовать засадить своего парня, бывшего, да, в СИЗО. Надеюсь, что отец Алексея Иевского не будет делать все в своих силах, чтобы сына не посадили. Сыну грозит до 10 лет сейчас. Это была самая худшая ошибка доктора Курпатова, и сейчас этот клубок будет не остановить. И у доктора Курпатова, я думаю, будут сейчас реальные проблемы, потому что многие друзья Филиппов, доктор Геннадий Аверьянов, будем смотреть, кто будет следующий, всплывет на горизонте вот этого вот беспредела. Мурашечки бегут от того, что ты понимаешь, что таких инфоповодов Россия не видела никогда. Вот это сейчас, такой вот прямо фонтан информации, и я в шоке. Знаете, я даже не в шоке. Я думаю, как же чешутся руки у российских журналистов сейчас об этом написать. Но они не пишут, потому что слишком много влиятельных людей завязано во всем в этом. Коррупция, кумовство. Огромная ошибка доктора Курпатова. Это Алексей Иевский. Алексей Иевский сейчас делает все, чтобы освободиться, и он сольет их всех. Наблюдаем дальше. Ну и интересная новость, мимо которой я не мог пройти. Полиция получит право вскрывать машины россиян без их присутствия. Министерство внутренних дел разработало новый порядок информирования россиян в случае вскрытия их автомобилей без их присутствия. Согласно этому проекту приказа главы МВД Владимира Колокольцева, собственник должен быть проинформирован о каждом случае вскрытия транспортного средства в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия. Известить гражданина полиция должна с помощью заказного почтового отправления по факсу в виде телефонограммы. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Мельников считает, что проект непроработанный имеет несколько дыр, которые могут пользоваться оборотни в погонах. Цитата. Посмотрите, какое количество видео в интернете ходит, когда людей останавливает сотрудник ГИБДД, и водитель спрашивает причину остановки, просит показать документы, просит ознакомиться с этим документом, и это право гражданина знать, почему, какая операция, а многие сотрудники не могут на это ответить. Теперь полицейские могут разбивать стекло, вытаскивать водителя из машины и ничего не объяснять, а потом разбираться уже. Все вы видели огромное количество видео, когда записывается на этих самых регистраторах, когда полицейские лазят в чьей-то машине и что-то там подбрасывают. Сейчас начнется полный полицейский беспредел. Учитывая в контексте видео Юрия Дудя, которое мы обсуждали не так давно, учитывая в контексте того беззакония и коррупции, ребята, открываются ворота в такой ад, который россияне еще не видели. Мне очень интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, в каждом населенном пункте есть свой приют, который сейчас неимоверно нуждается. Сейчас зима, денег нету, холодно, голодно. Прогуглите, пожалуйста, наш марафон желаний сплетников. Помните, да? Переводите копеечку, и когда вы переводите свои 50 рублей в ваш местный локальный приют, загадывайте желания. Вам гарантирован от меня лично плюс в карму. И, конечно, будем надеяться, что вселенная услышит ваше желание, и ваше желание сбудется. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за пальцы вверх, спасибо всем за комментарии, огромное спасибо всем за подписки. Сложный период сейчас у нас, но мы в сплетнике, у нас ничего не остановит. Мы прорвемся. Спасибо, дорогие мои сплетники, за ваше внимание, за компанию. Увидимся, конечно же, завтра. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok